Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Евгения Шакер, я практический психолог и коуч. И сегодня я хочу обсудить с вами одну очень важную тему. Это тема, которая звучит очень часто в запросах от моих клиентов. Как найти себя? Как понять, что я люблю? Как понять, какая я на самом деле? Что истина, что навязана? К чему я стремлюсь на самом деле? Чего мне хочется? И так далее. И так далее. Эти вопросы, которыми очень часто задаются люди, которые идут в саморазвитие или просто ищут какой-то лучшей жизни, хотят прожить ее по-настоящему, не так, как обычно нам навязывают, нас учат, как говорят правильно и так далее, а именно так, как хочется самому себе. Поэтому сегодня я хочу предложить вам очень классное упражнение. Сказать, что оно простое, не могу. Но то, что действенное, сто процентов, потому что я его делала и делали многие мои клиенты, все довольны результатами. Поэтому, если вам нужна волшебная таблетка или волшебный пендия, то это сейчас точно не про это видео, поэтому можете выключать. А если готовы, немножечко напрячь мозги, хотя, мне кажется, здесь даже больше креатива и творчества в этом упражнении, то оставайтесь со мной и поехали. Итак, как найти себя? Лучший и самый быстрый способ – это упражнение «Люди-маяки». Что нам нужно? Берем тетрадку и ручку и выписываем пять человек, которые вам нравятся. Это могут быть настоящие люди, которые вас окружают на работе, на учебе, соседи и так далее. Это могут быть люди, за которыми вы наблюдаете, блогеры, звезды и так далее. Это могут быть герои каких-то фильмов, которые вы смотрите, и вам очень-очень нравится этот герой. Берем и напишем с вами пять этих человек, которые вам очень нравятся. Сейчас можете поставить видео на паузу, хотя, мне кажется, лучше просмотреть его все и потом приступить к выполнению этого упражнения. Итак, написали пять человек, которые нам очень нравятся. Это могут быть настоящие люди, вымышленные, герои, звезды, блогеры и так далее. Следующий пункт. Нам нужно задать вопрос и выписать, что конкретно мне нравится в этом человеке. Допустим, берем первого героя и начинаем. Хотя бы три минимума пункта нужно написать, что же именно нам нравится в этом человеке. Это может быть черта характера. Это может быть какое-то поведение. Как он реагирует, как он общается, как он взаимодействует, как он решает какие-то проблемы. Или как он относится к людям. Вот какие-то три черты. Или как он одевается, или как он говорит. В общем, поведение. То есть, что именно, что конкретно вам нравится в этом человеке. Попробуйте найти хотя бы три пункта. И после этого, когда вы опишите таким образом всех пятерых. То есть, у вас в общей сумме наберется 15 пунктов. Вы 100% обнаружите какие-то сходства у всех, у этих пятерых людей. То есть, что-то да будет такое вот похожее. Не прям с точностью, да, то есть один в один. А что-то похожее. Например, у пятерых этих героев, у пятерых этих людей, что вам будет нравиться, это какое-то проявление. Как человек смело заявляет о себе. Или с какой любовью он общается с другими людьми. Или как он ярко может себя проявить. Или как он отстаивает свои границы. Да, то есть, может быть, вот вы заметите, у этих пятерых что-то будет 100% такое, что объединяет их всех. И могу смело вам сказать, вообще, какое отношение это упражнение, вот эти два первых пункта, имеют к поиску себя. Наша психика устроена так, что она, мы не можем, грубо говоря, хотеть того, чего в нас нет. То есть, если мы хотим вот эту какую-то смелость, или хотим научиться отстаивать свои границы, отказывать, говорить нет, и не чувствовать при этом вины, это значит, уже есть в нас. Просто где-то глубоко, и мы не можем пользоваться этим, потому что у нас есть какие-то блоки, какие-то запреты, которые, возможно, пришли из детства, которые, возможно, пришли с подросткового возраста, когда нам что-то запрещали и говорили, что так делать нельзя, это некрасиво, это стыдно и так далее. Допустим, вот, приведу пример. Смелость. Если мне нравится вот эта смелость, когда человек не боится проявляться таким, какой он есть, ему не стыдно за себя, он может, вот он такой есть, и все, он не будет играть какую-то роль, он не будет подстраиваться под то, что от него ожидают другие, как правильно, как нужно, как всем удобно и так далее. Он такой, какой он есть, и он проявляется в этом сам. Мне это очень нравится. И вот это чувство, вот это качество смелости какой-то, да, такой искренности, когда человек живет, не предавая себя, это прекрасно. Для меня это вот, это меня триггерит, и мне это очень нравится в людях. Я понимаю, что на самом деле это есть во мне тоже. Но это где-то было глубоко, пока я не начала это доставать. И почему, какие блоки были, почему я себе запрещала это поведение, почему мне казалось, что нельзя, это стыдно и некрасиво и так далее. А я думаю, что многие из вас знают такие установки, когда нам говорили, не высовывайся, да, потому что хуже будет. Или, а вдруг ты сделаешь что-то, и это будет неправильно, или это будет смешно, тебя обсмеют, и тебе будет стыдно. Поэтому тоже человек выбирает такой стиль поведения, когда он не будет высовываться, даже если у него есть идеи, даже если у него есть чем поделиться, и он полон какой-то, я не знаю, креативности, творчества и так далее, он будет сидеть это делать, где-нибудь в стол писать, да, или просто даже не проявляться, потому что это может быть ошибка, и его могут оценить неправильно, его могут критиковать, над ним могут посмеяться, обсмеять, то есть опозорюсь, лоханусь, как у нас говорят, да. И человек тогда просто выбирает другую стратегию поведения, молчать, не высовываться, быть тихим, спокойным, ну, как-то сам по себе и так далее. А внутри-то вот эта природа, внутри-то вот это зёрнышко, она хочет прорасти, она хочет проявленности, она хочет какой-то открытости, быть более смелым, быть более открытым перед людьми, общаться, проявляться, делиться тем, чем наполнен, потому что 100% каждый из нас наполнен на 100%, всё в нас есть, мы идеальны, просто мы чаще всего это прячем по каким-то причинам. Вот, поэтому всё, что мы хотим, уже есть в нас. И если вот я вижу эту смелость, вот эту проявленность, это 100% зерно вот этой проявленности, оно есть во мне, но я боюсь, я просто боюсь, мне страшно проявляться. Потому что когда-то был какой-то, может быть, негативный опыт, или когда-то кто-то, мама, папа, или родители, или бабушки, дедушки, воспитатели сказали, лучше этого не делать, вот я там когда-то сделала, и вот получилось то-то и то-то, а ты не делай. Вот и всё. Поэтому третий пункт, очень важный пункт. Разрешить себе проживать эти качества. Когда вы видите вот этот список 15 целых каких-то классных качеств, которых вам хотелось бы иметь у себя, вы уже знаете, что они у вас есть, но вам нужно их разбудить, вам нужно эти качества перепрожить, да, как можно сказать, как говорят психологи, заземлить или интегрировать, или, в общем, откопать, разбудить и активизировать. Как это сделать? Представьте себе, вот вы берёте, допустим, я беру смелость, как этот человек проявляет эту смелость? А как я её буду проявлять? Как во мне она? Где вот эта смелость во мне? И просто попробуйте представить. Я здесь пометила для себя, чтобы ничего не пропустить. Попробуйте представить себя смелой. Вот просто. Вот я смелая. Как я это буду проявлять? Как я буду? Что я в этот момент буду видеть, когда я смелая? Ответьте себе на этот вопрос. Что в этот момент я буду слышать? И как я себя буду чувствовать, когда я смелая? И просто вот по этой характеристике, по этому пункту опишите. Ответьте себе на эти три вопроса. Что я вижу вокруг себя? Что я слышу? И что я чувствую? Допустим, я проживаю сейчас чувство смелости. Вот я смелая. Я проявляюсь. Я слышу, как все удивляются и говорят, вау, как классно. Или вау, здорово она проявляется. Или она не стесняется, она не боится. Как это круто, как это здорово. Что я вижу? Я вижу восхищённые взгляды. Я вижу людей, которые идут за мной, которые мне доверяют. Я вижу улыбки. Я вижу вот такие позитивные эмоции на лицах у людей. Что я чувствую в этот момент? Я чувствую гордость за себя. Я чувствую радость. Я чувствую одновременно даже вот такую уверенность, такой покой внутри, что я молодец. Я сделала то, что мне нравится, что мне хочется. Я не предала себя. Я вот такая, какая я есть. И я делаю то, что я хочу. Несмотря ни на что. Несмотря на страхи. Несмотря на то, что кто-то может что-то где-то сказать и так далее. Я выбираю этот путь. И я выбираю быть собой. Я больше не хочу себя предавать. Потому что жизнь одна. Она короткая. Это не репетиция. Завтра не будет выступления. Выступление уже сейчас. Прямо сегодня. Прямо в эту минуту. Поэтому я буду раскрываться. Я буду искать себя. Я буду узнавать себя заново. И буду раскрываться. Я буду давать то, чем я наполнена. Я буду делиться с этим. С теми, кто меня окружает. Без какого-то страха. Даже если мне страшно. Я все равно иду в этот страх. Потому что он меня только поддерживает. Он просто для того, чтобы меня защищать. Но ни в коем случае не останавливать. И вот когда вы заземлите. Когда вы перепроживете вот это чувство. Сто процентов. Дайте себе разрешение оставить это чувство. Оставить это качество в себе. И просто берете. Опять возвращаемся к ручке и к тетрадке. И пишем. Я разрешаю себе. Допустим, опять в моем варианте. Возьмем уже не смелость. А возьмем другое. Я разрешаю себе хвалить себя. Потому что. Я думаю, что многие из вас знакомы с тем, что хвалить себя это стыдно. Говорить о себе какие-то хорошие вещи. Это неприлично. Это некрасиво. Это стыдно. Если кто-то о тебе что-то скажет. Ну ладно. Еще тоже надо научиться это принимать. А можно сказать. Да нет, это нет. Вы что? Да это просто. Да нет, это не про меня. Да ну это ты тоже сделаешь. И так далее. Мы обычно так же воспринимаем комплименты. Не говоря уже о том, что взять и о себе что-то хорошее сказать. Это вообще. Это же позорище. Куда? Вот тоже такой пунктик, с которым я работала и, можно сказать, даже работаю до сих пор. Когда скажешь о себе что-то хорошее кому-то и становится тут же стыдно. Что как это так? Я сама себя похвалила. Надо же так, чтобы другие это видели. А не я сама вот взяла и себя похвалила. Ужас. Поэтому я разрешаю. Пишем первый пункт. Я разрешаю себя хвалить. Второй пункт. Что это для вас значит? Если я себя хвалю или я разрешаю себя хвалить, что это для меня значит? Это значит, что я принимаю себя. Это значит, что я вижу, какие качества, какие положительные качества у меня есть. Это значит, что я ценю себя. Это значит, что я люблю себя. Это значит, что я для себя самый лучший друг. Это значит, что я для себя опора. Я не ищу это где-то в других. Я не ищу, когда меня похвалят. Не жду. Я не жду, когда меня оценят. Я это делаю сама. Я себя хвалю сама. Потому что самый лучший друг, самый близкий человек, который вас лучше всех понимает, это вы сами. поэтому не надо тратить время на то что ждать кто-то когда-то мне скажет какие-то добрые слова и я возможно их приму и возможно соглашусь нет я разрешаю себя хвалить и я при этом горжусь собой я чувствую к себе любовь я чувствую доверие к себе я чувствую то что я сама есть сам своя опора основа фундамент и я могу полностью на себя положиться я себя не подведу я себя не предан вот сейчас это у меня без репетиции просто такие ощущения появляются когда я говорю то что я разрешаю себя хвалить самой себя хвалить разрешаю и дальше третий пункт опять прожить вот эти эмоции когда я разрешаю себя хвалить попробуйте вот это представить попробуйте представить что вы чувствуете что вы испытываете как это прекрасно когда вы себе доверяете и вы это не какое-то это не выпендрешь это не хвостовство это просто факт то что я вот такая такая что я смелая что я умная что я добрая что я отзывчивая что я открытая что я проявленная я боюсь но я делаю у меня я дисциплинированный человек и так далее так далее так далее попробуйте вот первое напишите я разрешаю себе и вставляете то что вы разрешаете какой вы разрешаете себе быть второе что это для вас значит когда вы разрешаете допустим себя хвалить и третье это попробуйте опять опять окунуться в это чувство когда вы разрешаете себе что-то какая вы как вы живете что вы чувствуете какие мысли у вас возникает и можно опять пройтись по тем трем пунктам что я вижу что я слышу и что я чувствую это упражнение на самом деле невероятно действенное она не быстро и как я сказала вначале она займет время но поверьте мне это то что нужно то что нужно сделать такой прям вот хороший уверенный шаг вперед к себе каким-то истинам и к любви к себе потому что это не просто найти себя это найти и согласиться найти и принять то что вы найдете поэтому на самом деле опасно проявлять опасно проявлять свою природу нам проще быть удобными нам проще быть соглашаться со всеми подстраиваться нам проще потому что мы так воспитаны не высовывайся не высказывай свою точку зрения не дай бог ошибешься тебя позорит и так далее или скажут ну что самая умная нашлась или чего ты тут вылазишь или выскочка мы это все прожили особенно мое поколение и старшие люди мы в этом были воспитаны поэтому нам сейчас нужно с этим работать для того чтобы прожить вот эту истину прожить себя свою вот самую 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 истинную природу в нас есть как как и хорошие так и не очень но это все наши весь наш опыт это мы вот такой сосуд чем наполнен тем и наполнен главное найти главное принять и поверьте мне нету самого кайфового опыта как прожить себя вот там истину истину и себя это самое лучшее чувство когда вы понимаете что вы не даете себя когда вы понимаете что вы принимаете себя когда вы вот такая какая есть если вам что-то не нравится в себе это можно менять это можно улучшать я не говорю о том что нужно вот оставить так как есть нет мы все трансформируемся с процессе нашей жизни набираемся опыта понимаем как лучше и так далее но в любом случае есть какие-то рамки когда мы не придавая себя улучшаем идем вперед и живем свою личную свою истину свою жизнь когда мы находим вот эту миссию для чего вообще мы рождены и мы идем и проявляемся в этом в этом свете потому что на самом деле сейчас очень много возможностей чтобы проявляться не сидеть не просто употреблять и копить если у вас есть что-то чем вы можете поделиться делитесь этим кто-то на этом деньги зарабатывает кто-то может делиться и бесплатно но в любом случае не копите не сидите не тихоритесь проявляйтесь если вам это нужно если вы чувствуете что вам это нужно вот друзья такое упражнение я надеюсь что вы его и сделаете тот кто сделает пожалуйста пишите в комментариях очень будет интересно потому что это невероятная трансформация она переворачивает вас она вас полностью переверну только зная то что наша психика то есть человек не может хотеть того чего в нас нет это уже очень поддерживает то есть если я хочу быть похожа на садхуру допустим надо быть мудрой быть такой спокойный целеустремленный одновременно вот как вселенная которая принимает всех и хорошее и плохое и вот вот прям это вот кайф для меня а получается то что есть во мне эти качества они во мне есть просто мне кажется что я их не использую не то что кажется мне кажется что у меня их нет они есть вот и поэтому сделать это упражнение обязательно пишите в комментариях ваши результаты ваши чувства ваши эмоции как вам вообще было с этим заземляться как вам было принимать то что вы на самом деле такие прекрасные и классные вот на этом буду завершать обязательно если вам интересно развитие саморазвитие психология и так далее то заходите ко мне на канал там я даю ежедневно какие-то классные техники делюсь своей трансформации как я меняюсь как я работаю над собой и в общем много много вопросов которые задают подписчики мы все это обсуждаем и приходим к какому-то результату так что я вас жду обязательно там заходите все на этом я завершаю будьте здоровы и счастливы пока пока